итак ладно давайте продолжим собственно выполняем еще один линк сегодня и идем мемето меметос и идем проходить танж наконец-то комбина так и ключ к победе там что-то отступление золото так это же повторение прости но сегодня я не особо в настроении для игры не знаешь сегодня я не могу ничему тебя научить хотя может быть вообще не могу больше тебя ничему научить в данный момент мне действительно поставили шаг и мат и у меня не было иного выбора как просто сдаться но не хочу я не знаю но я не знаю какой шаг сделать или нет однако я не знаю какой шаг предпринять дальше после такого как и маты ну фоми кажется проблема жесть однако если мои знания будут на уровень фонтан знаний возможно я смогу ей что-нибудь подсказать касательно следующего хода ну ребят и фуми отменяется сожалению ладно мы слишком тупые для нее так я бы хотел быть тебя попросить о кой какой-либо информации секунду мне тюнер завис конце концов я уверена что у тебя еще куча всяких разных интересных секретов есть касательно фантомных воров в любом случае приходи как обычно в заведении ну погнали туда тогда буду ждать на уж подумать только у кумура фут президент их компании был убит серьезно в результате все в результате чего все подумали что этого рук дело фантомных воров что-то пахнет тут как-то подозрительно по мне и ты как мнение не изменилось насчет них сомневаюсь ли ты тоже в правдивости всего что происходит вокруг сейчас так же как я до сомневаюсь кстати насчет каю не мог бы ты уделить мне время и послушать конечно план тогда садись все бесполезно все это находится просто за гранью моего достижения все связи которые я имела что знали о местоположении к я пропали и все это благодаря шефу и ну конторке где я работаю чем молчишь скажешь на и будет что выглядишь усталость кстати у меня тут есть код выглядишь усталый заметно полагаю это очень очевидно все бесполезно я так устала работать по ночам сил нету ну что такими темпами это реально помрешь хотя как понимаю коту ты пока что выполняешь да ну само собой если я покажу что я слабо меня уволят от меня они именно этого сейчас и ждут ну я не собираюсь им доставлять такое удовольствие а он прямо тиран какой-то да это похоже это будет действительно жестокая битва для меня между тем между смогу ли я первый найти каю или помру процессе это плохо знаешь перед тем как разобраться тебе sky у тебя надо бы теперь разобраться сначала с твоим начальником шефом не могу это просто невозможно он прогнил бы насквозь и с ним нормально поговорить вообще невозможно несмотря на то как он себя ведет совет директоров его очень сильно любят поэтому мне некому обратиться за помощью я поздно просто в тупике да уж похоже у тебя действительно все очень плохо с начальством ну да а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да уж, у тебя действительно все очень плохо с начальником. Он быстро не передумает. Однако... Ичиготьян, если ты продолжим в том же духе, все плохо кончится. Ты так не думаешь, пацан? Такими темпами Оя измотает себя до полусмерти. Мне нужно что-то сделать насчет ее шефа и помочь ей. Эй, блин, я сдохну. И потом варианты. Как же зовут твоего шефа или расскажи мне больше о своем шефе. Что? Хочешь найти его слабость, что ли? Ну, его имя... Он же Чимпей. На самом деле я слышал, что он довольно хороший, порядочный муж. И в прошлом он работал в отделе... Мировой экономики. Слушай, я, конечно, может быть, себя накручиваю, но... Он знает, как ты выглядишь, если что. Не пытайся тут строить из себя героя, хорошо? Ну... И чего-то он говорит, это ради тебя же. Она заботится о тебе. Понимаешь, пацан? Эх, Каев, где же ты все-таки? Ну, слушай, что-то я сегодня не настроение писать что-то, поэтому информации особо не нужна. Спасибо, что, конечно, пришел сюда, но... Увидимся. Так, мне нужно помочь... Ой, освободиться от цепей, в которых... От цепей, которые наложил на нее ее босс. Ну, Салар, есть свои мысли почему. Здоров. Судах. Какие у тебя сегодня планы после школы? Пойти в дворец сегодня, если честно. Дедлайн приближается. Может, все-таки отправимся сегодня во дворец? Конечно. Так, надо киваясь зайти, кстати, еще. Да, давай как можно быстрее. Изменим сердце Нейджима. И найдем настоящего преступника. Тогда после занятий встретимся в убежище. Ну, полагаюсь на тебя. Ну да. О, еще урок будет сегодня. Ну ладно. Нейджима. 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 Итак. На прошлом уроке мы обсуждали механизм суда. А что насчет сегодня? Вам интересно, если поймает фантомных воров, будут ли их судить или нет? Само собой. На этом суде им нужно будет доказать связь между тем, что фантомные воры делают, и всеми смертями, что произошли за их рук. Грубо говоря, их будут судить за убийство. Эй, Монти. Конечно, я понимаю. Если ты хочешь быть на слушании в суде, Сколько лет тебе нужно, чтобы тебе было, чтобы ты мог, собственно, прийти в суд на эти слушания? Так. Возраст не имеет значения. 65 или 80. Ну, вообще-то неважно, можно прийти в любой возраст. Совершенно верно. Чтобы прийти в суд, нет никакого ограничения, ну, именно, как слушатель, нет никакого ограничения по возрасту. Хоть тебе 0 годов, хоть тебе 80, ты можешь прийти. Исключением является лишь преступление несовершеннолетних. Но, фактически, он всегда открыт для общественности. Другими словами, вы сами можете пойти на любой суд. Думаю, когда будут судить фантомных воров, На этом слушании будет кучу людей присутствовать. Потому что всем очень интересно узнать, какие методы они использовали. Е, умный. Эх, лево-бучер не дали. Ну, ладно, мы близки. Однако, для того, чтобы их посадили, нужно, чтобы они в суде действительно смогли доказать то, как они совершали убийство. Методы фантомных воров в данном моменте находятся за гранью понимания человеческих знаний. Ну, думаю, для того, чтобы они смогли это доказать, им сначала нужно поймать их, как сказать, на самом месте преступления. Да, действительно, не нужно ответить. Ну, конечно, как они у 좌-то спадали. Мы идем! Так, ну, не стоп! Не стоп! Стоит не стоп! Мне надо начать очень. Что? Так. Да, что это? В Непре, в Казахстане, я знаю, я помню, поэтому и собираюсь сейчас пройти этот дворец. И вдруг еще появится что-нибудь новенькое, опять скосовое, как обычно. Присылки для сейв-плейса. Сейв-рума. Ну, три штуки возьму на всякий пожарный. Ну, Солар, еще все линки обновлены, как ты видел, дополнительными диалогами. Потому что постоянно у нас дополнительные. Ничего себе. Короче, блин, 250 тысяч иен, знаете за что? За новое лекарство, собственно, такими, которые, во-первых, накладывают баф непобедимости на персонажей. Во-вторых, полностью восстанавливает их хп. Жесть. Блин, да вот эта хрень на боссах может пригодиться. Надо бы накопить бабла, парочку лямов. Так, ну вот такая же, но она восстанавливает лишь 50% хп. Жесть, конечно. ЛСД, что ли? Типа того. Жесть. Конечно, классная вещичка, но... Так, а что у нас тут? О, линки, макоту не хватает. Хорошо, что я его видел. Потому что дальше мы пойдем куда? Правильно, к Чихае. Какой-то? Так. Какой-то? Макоту. Возьмем губачку. Баф на бабло еще надо взять. Поехали. Поехали. Не знаю, она распространяется на парцы, по-моему, да? Какое-то? Ну... А может, фронтовые 100 грамм? В смысле? Что за фронтовые-то? О, спасибо, что напомнил вас меня. Еще надо пойти за помидорами. Поехали. Поехали. О, Хару. О, Хару. Какой-то? Блин. Ну, Салар, зачем ты это написал? Теперь меня все... Многие люди неправильно поймут насчет помидоров. Нет, не те помидоры, Хару, а те, которые она растет, блин. Что, я лучше помолчу. И... Стоп, когда? Еще рано? Эй, не, помидоры только 10 числа будут. Мех. Ну, ладно. Так. Дальше чуть, так. Удивее. Чехлеев. М-м-м, чехлеев, понятно. Интересно. Удивее. К humans Ну, яست, сейчас, может быть, я... Да, помидоров завезут только 10-го числа. Е, еще 100 пацарей. Меретали шопу. Так, во-первых, нам нужно продать всю дичь. Слушайте, ну смотрите, сколько денег мы подняли. Я думаю, нам хватает на новую экипировку для всех. Так, высокий импакт оно тупо имеет. Так, это у нас, собственно, скорость плюс 2. Добавляет дополнительный, скажем так, баф к вороту. Так, ну, Миша дамага. Ну, ребят, я думаю, возьмем самое топовое по дамагу и насрать. То, что я часто использую. Сурни Сустура. Сурни Сустура. Сурни Сустура. Средняя вероятность того, что будет задействован дебаф усыпления на того, на кого, собственно, нападает Рюджа с данным оружием. Или же топовое тупо по дамагу взять. Что скажете? По сути, у нас выбор, да, сейчас для всех персонажей взять. Или взять топовое оружие тупо по дамагу, или взять, ну, меньше дамага, но зато вот дополнительные качества. Как, например, вот усыпить врага с небольшой вероятностью. Мне кажется, с эффектами лучше. Ну да, но если у нас попадется босс, как предыдущий, где нужно быстрее его убить. Так что, да, ну тут зависит от ситуации на самом деле. Плюс-минус. Ну, давайте возьмем это усыпление. Так, мона мне не нужна, я не использую. Так, во-первых, сила плюс 3. Интересно. И, во-вторых, дополнительная возможность того, чтобы навесить на врага состояние электричества, если дословно этого. Ну, вы поняли. Шока. Или просто дамага. Редко. Ну, Виктор, это да, но оно влияет на общий статус. Зачем покупать всем? Так я не всем покупаю, только те, кто использует. Так. Ну, Макоту я тоже использую. Хотя в этом данже, наверное, кетчу возьмем побольше. Так, скорость плюс 3. Если дословно, получается, она будет бить кулаками со сверхзвуковой скоростью. То есть, короче, быстрее эту. Возьму она на Максов Тюра. Блин, он кетчий. Ну, все, что-то на него я особо тратиться не хочу. Топор. Сила плюс 3 и дополнительный баф, это... Возможность очаровать врага. Так, возможность очаровать врага. Так, не, то, что я не беру ему оружие, это не означает, что мы его не будем использовать. Просто на него тратиться не будем. Сейчас. Сейчас. Уже есть новое модель. Сейчас он не будет. Как? Так, какой дополнительный баф возьмем. Короче, первый нам просто повышает точность. И все. Как бы. Дополнительные точности. Ну, может... Может понадобится. Так, это тоже у нас пишет увеличивает точность, но отбирает силу, в смысле, дамаг, как мы видим. Так, это дополнительный, получаем дополнительный дамаг и все. Просто на усиление пуль, чтобы они быстрее сильнее били. Так, снижает точность, но повышает сильно дамаг. Ну да, очень сильно. Ух, нифига себе. Снижает точность, но еще сильнее повышает дамаг. И огненные пули. Тут лучше что-то взять. Тут как бы у нас выбор. Больше в дамаг вкладываться или в точность. Или вот взять что-то посередине, по сути. Или огненные пули взять. Давайте я возьму на него. А, это да. Так. 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 Так, вот огненные пули можно взять Рюджи. Силы меньше будет. И пуль будет вместо 3-2 штуки. Ну, пусть будет. Будет получать твой пукан. Салар, не знаю, но... Как по мне, лучше вы и не знаете. Так. 6. На самом деле, пантере точность бы не хватит. Не помешало бы. О, мать-мать-мать-мать-мать-мать. Салар. Бокс не нужен. Маккор тоже берем. Вложусь у него в силу. Улар. Ну, у него и так, и так одна пуля у анатомета, так что лучше взять огненные. Окей. Так, ну все, как-то так. Броники дальше. А, 100 броники. Я забыл. Так, ну, к сожалению, на броник у нас денег не хватает. Хотя, если продать что-нибудь из старого оружия. Или что-нибудь из бутылок. Так, аксессуара нет. Кто знает, что может понадобиться. Блин, тут кнопки продать все нет. Думаю, это все мне не нужно. И это тоже. Можно, конечно, парочку бутылок продать, не нужно хрен. Можно особу продать. За 50-ка. Ну, вообще-то, ну, в бутылке на дамаг 20 йен, ну, блин, это вообще ни о чем. Мм. Мм. Короче, дает возможность совершить атаку Многвенной Смерти. Что я? А, 83 бутылки. Ну, эти восстанавливают 30%. ХП Одному, одному человеку. На последнем боссе. Ну, на самом деле, вот эти бутылки мне особо не нужны. По 30% одному персонажу. Я все-таки лучше больше использую те, что дают по сотне, две сотни. Ну, чтобы половину сбага больше. У нас и так их достаточно. Плюс они очень часто попадаются в бонж. Так. А, стоп, у нас тут тоже броньки еще есть. Самая топовая по защите, или которые дают дополнительные функции, вещи, например, резист к дебафам. Что лучше взять? Больше защиты, или резист к дебафам? Очевидно, что. У меня такая буронька уже есть. Снегаган одет. Давайте резист к дебафам. На него будет. Так, Моргана не нужна. Пантера. Дессу. Короче, резист к страху. Резист к страху. Просто. Или больше защиты. Ну, наверное, больше защиты я возьму. За страхом как-нибудь мы справимся. Суда. Суда. Так, ну все хорошо, мы закупились. Закупились от души, прям. Ярка. Ох, господи. Ох, господи. Надо решить, кого мы возьмем в пати. Ну, во-первых, ГГ, это очевидно. Во-вторых, Моргана нет. Так, ну Ан я, наверное, пока что возьму. Макото или Хару. Макото. И давайте возьмем этого Акечи. Раз. Во-вторых, мне нужно пару... А, блин, у меня деньги на персон еще не хватит. Надо пару себе персон взять, которых я убрал из списка. Но это уже потом. Так что хватит, что есть. Ну, ребят, в путь. Как обычно, за один день мы должны пройти этот дальше. Ну, как минимум, постараемся. Там уже как пойдет. Нам нужно подняться по лифту. Это единственный путь. Да, но чтобы подняться на лифте, нам нужна членская карта от слот клуба. И где мы можем такую найти? Карту-то, а? Я понять не имею, куда идти тут вообще. Ну, я сомневаюсь, что мы просто найдем такую карточку, тупо лежащую на полу в прихожей. Думаю, нам нужно пойти и осмотреть задние комнаты. Задние комнаты. Ну, возможно, там где-то есть вход, но зачем? Пошли туда. Когда придем, все поймете. Или объясню. Погнали. Задние комнаты. Семь. Задние комнаты. Блин. Какая шикарно этот дашь выглядит. Ну, серьезно. Вот интересно, что они с ним сделали. Изменили ли что-то. Но что-то мне кажется, что тут реально нечего менять. Я могу дополнительно это добавить. Помимо того момента, что мы делили в начале. Тут больше нету ничего. Так, что там Макот и Хаврген. Помню, помню, помню. Будет, будет. Знаешь, что я сделаю тогда? Чтобы точно был он. Так, шансы больше. Возьму вместо Ан, возьму Хару в патте. Вперед. Ну что, ребят, соскучили по геймплею? Опа, единороги. Опа, единороги. Тёмная сила у них, слабость, скорее всего. Жесть! Ну да. Кстати. Дай мне бабло. Ну что, ребят? А если дойду ещё? Ой, блин. Что-то он злой какой-то. Ну что ж? Ну ладно. Мы получили и деньги, и его как персона. Вообще замечательно. Два в одном. Он, кстати, Аркан и Вера. Замечательно, ребят. Первый бой. Бабло подняли. Подняли. Персону взяли. Взяли. Все довольны. Да. Я доволен. Хорошее начало. Иди сюда, брат. О-о-о-о. вот давай и понятно смерть но тот спит так что так я могу взять его как персону причем без переговора сразу или бабло есть я словно слишком улыбала нет тебе кажется кафе тебе кажется значит почему потому что нормальных персону не пришлось убрать из-за того что они были одинаковых арка и взять более лоу выводные просто для прокачки отношений с персонажем вот и все кстати по левелу вполне нормально учитывая что берем персон без проблем оба красава огонь хочу не было что у них было за слабость ты помнишь я чё-то не могу вспомнить нужно что-нибудь а у ешь на чего чего а ну давай чувак орошки тима наверно нет у них свет ух батон тач между гг и вене окей чем норм так и все если найду еще а если найду еще а если найду еще а если найду еще все ау так еще за дроп пошли Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok О, все пошло Но ненадолго ДимаTorzok Так, те кто в записи смотрят Перемотайтесь немного У нас опять тут технические неповадки Как обычно Без них никуда Ой, господи Так, все Вроде бы стрим пошел Так, дай мне свою силу Попробуем Эту персону взять Почему нам не поговорить Для начала, я хочу знать Что ты за парень Такой для начала Ты же не вправду Собираешься стрелять в меня Верно? Исходная норма Окей Слушай, как насчет того Чтобы я тебя поцеловала А ты меня простил И отпустил Слушайте Как вам такое предложение? Хм Неплохое предложение А ну прекращай Сейчас я быстро Поставлю тебя на место Или что-то подобное Так, что у нее за личность? У нее Личность скромная Она скромница у нас Нифига себе скромница Предлагает поцеловать Неплохое предложение Окей Она только за Ты можешь просто честно сказать Что Ты будешь счастлив этому Как и я Это поможет нам Снять напряжение Что между нами Все лагает Да вижу У меня идут влаги Я ничего не могу с этим сделать Пока что Ай, блин Ну что за фигня Угу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok